Привет всем, вы на канале AndroNews. В последние годы на рынке смартфонов происходит настоящая паника, а бренды не знают их продавать им свои девайсы, особенно в бюджетной категории. Зачем люди покупают Galaxy S8, LG G6 и так далее, это всем ясно. Но что делать с бюджетниками Samsung, теми же LG и Sony, когда есть Meizu и Xiaomi? Вот это уже вопрос. И вот вы знаете, мне совершенно не жалко о бренды. Устал, умри, освобождая полки магазинов для молодых игроков, которые могут предложить и низкую стоимость, и качественный продукт. Сегодня мы с вами забьем 8 гвоздей в гроб жадных производителей, которые нам не могут дать все то, что могут дать нам китайские производители. Вот вам моя подборка из 8 смартфонов, которые однозначно стоят каждый вложенный рубль, цент, доллар, ну или за что вы там покупаете гаджеты. Погнали. Начну я с самого дна. По сути, смартфонов за 60 долларов очень много, и это однозначно будет третий эшелон. Я долго выбирал, какой девайс займет это место, и остановился на DOOGEE X9 MINI, отталкиваясь от отзывов реальных владельцев. Аппарат стоит примерно 60 долларов на Алиэкспресс, в Украине это 1900 гривен, в России 4500 рублей. Технические характеристики смартфона у вас перед глазами. Но учитывая, что это китаец, железом тут уже никого не удивишь. Говорят, что этот паршивец вполне неплох для повседневного использования, и этого уже достаточно. Еще раз повторюсь, я не считаю DOOGEE X9 MINI супер смартфоном мечты, просто за свои деньги пойдет. Если доплатить немного, или много, это уже как посмотреть, можно купить Xiaomi Redmi 4A. В китайских магазинах он стоит до 100 долларов, в Украине 2800 гривен, в России от 6500 рублей. И это уже нормальный аппарат на приличной бюджетной платформе Snapdragon 425, с минимальным количеством оперативки для пользования в 2017 году. Емкость аккумулятора смартфона 3120 мАч. Учитывая энергоэффективность процессора, заряда хватает на один световой день. Из недостатков стоит упомянуть совершенно невыдающийся дизайн и отстойную камеру. Это я говорю для тех, кто считает, что можно купить за 90 долларов сказочный смартфон. Это не так. Сразу могу сказать, что в рамках этого видео другие смартфоны Xiaomi Redmi 4-го поколения мы рассматривать не будем. Потому что в этом видосе мы будем говорить непосредственно о самых бюджетных интересных вариантах. Поэтому вы должны сами понимать, что докинув немного денег, можно взять тот же Xiaomi Redmi 4X, Redmi 3S, ну и множество других вариантов из линейки Redmi 4, которые будут на голову выше. То есть за них нужно будет переплачивать. Meizu M5C стоит столько же, сколько Redmi 4A. В Китае 96 долларов, в Украине 2900 гривен, в России от 6800 рублей. Но дизайн у него заметно лучше, еще и с кучей классных расцветок. Хотя многие скажут, что это дело вкуса. Экран на все те же 5 дюймов с неплохой IPS-матрицей и HD-разрешением. При этом матрица и сенсор у смартфона довольно качественные. А вот процессор в Meizu M5C слабая сторона. Впрочем, как всегда, MTK6737, который устанавливает смартфоны за 70-80 долларов. И он проигрывает Snapdragon 425. По времени автономной работы, если продолжать сравнивать с Redmi 4A, разницы по сути нет. Несмотря на небольшую разницу в емкости аккумуляторов. То есть нельзя сказать, что в этой ценовой категории у кого-то есть перевес. Или у Xiaomi, или у Meizu. Кому-то больше нравится Xiaomi, кому-то больше нравится Meizu. Что больше нравится вам, пишите в комментариях. Вы спросите, а что за 100 долларов нельзя купить себе нормальный смартфон с отличным железом и без компромиссов? Можно, но это будет производитель третьего эшелона. И все будет не так гладко. И вот тут я настоятельно рекомендую обратить внимание на Aukitel U15s. За 105 долларов на Али это просто сказка. Со своими косяками, конечно же, но сказка. Full HD дисплей, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти, металлический корпус и урезанная версия процессора Helio P10. Вы спросите, а где тут недостаток за эти-то деньги? Время автономной работы. Ведь емкость аккумулятора этого аппарата всего 2700 мАч. И то не факт, что они настоящие. И это при Full HD дисплее. Впрочем, я уже заказал этот смартфон для полного обзора. Уж очень сладкое предложение за эти деньги. Ну а если вы готовы потратить на покупку смартфона немного больше, у меня для вас есть стоящие варианты. Переместимся в ценовой диапазон на 150 долларов. За эти деньги можно уже купить себе годный вариант с отличным железом и со стабильным ПО. Например, можно купить Meizu M5 Note. В Китае его стоимость стартует от 140 долларов. Украина от 4000 гривен, Россия от 10000 рублей. По сути, это тот же Oukitel, про который я вам только что рассказывал. Только со стабильным ПО и нормальным аккумулятором. Я сказал, что с железом всё неплохо, но не идеально. Всё-таки процессор Helio E50 у многих вызывает дрожь. Особенно, если их просят отдать за него более 100 долларов. А самое печальное, что он уже был установлен в предыдущем Meizu M3 Note. Который до сих пор продаётся в России и Украине. Поэтому вы можете неплохо сэкономить, купив старую версию. Если говорить о конкурентах от Xiaomi, то на рынке продаётся куча моделей. Но волевым усилием я выбрал одну, которая кажется наиболее оптимальной по соотношению цены и качества. Это Xiaomi Redmi Note 4X с процессором Snapdragon 625. В Китае за него просят 141 долларов. В Украине от 4000 гривен. В России от 9000 рублей. Почему не простой Redmi Note 4X, смотрите в моём полном обзоре. Ссылку на него вы сможете найти в описании. Для тех, кто не в курсе, что это за модель и вам лень смотреть другое видео. Вот технические характеристики данного продукта. За эти деньги смартфон отличный. Проверенная народная мудрость гласит, что самый лучший бюджетный смартфон это прошлогодний флагман. Я вам скажу так, что у А-брендов это не совсем работает. Потому что у них очень сильно продумана вот эта вот производственная цепочка. Где один флагман полностью заменяет второй. А вот с китайцами прокатит. То есть за 230-270 долларов вы можете купить такие гаджеты, как Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 5S и ZOOC Z2 Pro. При этом вы получаете мощный процессор, нормальную камеру и всё такое. Хотя, друзья, я вам уже сто раз говорил, что покупая подобные решения на Алиэкспресс, вы рискуете купить себе восстановленный товар. Я бы всё равно рискнул и лучше бы взял бы что-то из вышеперечисленных моделей, нежели, допустим, Xiaomi Mi 5X или какой-то другой смартфон, представленный в 2017 году за эти же деньги. Вот, решение окончательное, конечно же, принимать вам. Сейчас перед глазами у вас появятся технические характеристики всех тех моделей, которые я перечислил. Ссылки в описании вы найдёте на то, где их купить по тем ценам, которые я только что огласил. И ссылки на полный обзор также будут там. Если ваша душа просит по-настоящему большой дисплей, самое вменяемое из лопат Xiaomi Mi Max 2. 6,5 дюймов, думаю, вам будет достаточно. Это не топовое игровое решение, хотя и для этих задач его вполне можно использовать. Энергоэффективный процессор в связке с ёмким аккумулятором спокойно предложит вам 2 дня работы от одного заряда. Камера средняя, для простых задач ее вполне будет достаточно. Конечно, сам по себе Xiaomi Mi Max 2 тянет на бюджетную покупку очень условно, если не вспоминать, что это не одно устройство, а два. Один девайс заменит вам и смартфон, и планшет. Главное, чтобы этот монстр поместился вам в ладонь. Вот такая вот нестандартная подборочка у нас получилась. Все ссылки на приобретение продукта на полный обзор вы найдёте в описании под видео. Ещё раз напоминаю. Если вы покупаете даже в интернет-магазинах внутри ваших стран, реально есть шанс экономить на покупках до 10%. Я вам не устаю повторять об этом, потому что эта схема действительно работает. Ссылка на инструкцию будет лежать в описании. Всё, что нужно для этого сделать, это потратить, не знаю, 5 минут своего времени для того, чтобы ознакомиться. Ставьте пальцы вверх под этим роликом для того, чтобы поддержать наш проект. И если кому-то это видео помогло определиться с будущим смартфоном. Подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.